Это в Венске, кажется, на Эль-Тиамед. Как вы думаете, что на Эль-Тиамед? Ну, потому что... Вы знаете, что нигде больше их положить нельзя? Как нельзя? Вы можете брать капот, съездить... Ну, я хотел это сделать в Риге, и я считаю, что, во-первых, так как это памятник все же написано на Бриве, по свободе, а наши деды, включая и граждане этой страны, и нашей страны, многие воевали за свободу. А чем символичны именно красные на Эль-Тиамед? Как они по-русски? Если не для меня, они гвоздники. Символичны тем, что моя мать, мой отец, неважно кто, в многих странах, включая в нашей стране, включая в стране, например, в Украине, люди клали именно эти цветы, только с какой целью они это делали? Ну, чтобы упомянуть 9 мая... Чтобы упомянуть, вспомнить людей, которые погибли, неважно с какой страны, с левой, с правой... А как эту информацию сейчас Москва старается на Латвии показать? Ну, у меня Москва... Они пока... Я вам объясню, если вы не в курсе, да? Скажите, скажите нам... Москва старается вот такого рода событий, как 9 мая, поставить, чтобы... Катайте снова, где душит? Потому что я был в парке, и представитель вашего спросил... Мы поговорили, я спросил, где можно положить цветы? Они мне сказали... Какой целью вы клали здесь цветы красные? Я ж только что человеку сказал... Ну, рассказать мне... Еще раз, хорошо, слушаем еще раз... Вы хотите вспомнить вашего деда... Это... Я же отвечаю, вы задали вопрос. Можно отвечать? Память как бы символизирует свободу. Сегодня 9 мая, который тоже день памяти людей, которые боролись за свободу Европы. Я изм aktиваю честно... Расс HD-70 — не так же, здесь нет никакой. Прикатся, как-то не ехать. У нас, у нас не было, не было... Вы шелы жаловские... У нас не было, кто-то, что и это не изможает... Мы останавливают... Кого-то годовие мы очень быстро... Таких человек, как мне... Я не знаю, что это, но тут надо. Я не знаю, что это. Но это не то, что это.